ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, внимание, первый вопрос. 1979 год. В США зарегистрирован самый длинный матч по настольному теннису. Сколько он длился? У нас есть три варианта ответа. 101 час, 50 часов и 96 часов. Так, с учетом, что в сутках 24, значит, 2 с чем-то... Ну, давайте 50, больше 2 дней играть невозможно. 50 часов, это ты думаешь, что 2 дня и 2 часа? Да. Вот так вот люди стояли у стола? Да. Нет, неправильно. 101 час, представляете? 101 час. Без перерыва, а не игры. Ну, как без перерыва? Я не знаю, какие образы. В принципе, в теннисе каждый раз, когда ты зарабатываешь свое очко, либо проигрываешь очко сопернику, то ты можешь немножечко как бы так передохнуть, перевести дух и заново подача. Есть дозвонившись, давай узнаем, с кем ты будешь. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Ксения. О, Ксения против... Сегодня выиграет 100% Ксения. Ксения, а как вас в школе называли? Ксюша. Все, вы будете Ксюша, а тебя как в школе называли? Ну, Ксения мне нравится больше. Антешова. Итак, внимание, вопрос. Какой год наступил в Таиланде? Сегодня Новый год в Таиланде. Поздравляем тайцев. И... Класс. 2460-й, 2563-й, либо 2003-й. Да, там другое летоисчисление. Итак... Ксения, ну давайте вам дадим возможность выбрать первый. Давайте второй вариант. Второй вариант давайте. Больше всего, да? Да. Да, где больше? 2563-й. Хо-хо-хо. Ты думаешь? Я за третий вариант. Пусть там будет меньше. Там 2000-й только третий, и там у них еще все идеально, счастлива. Ну, Ксюх, ну все знают сейчас, что в Таиланде гораздо старше, чем в России лет 24. Я поддаюсь, Лада. А вы были в Таиланде? Я не была. Ну, считайте, что были, потому что как бы вот сегодня просто осталось только немножечко отпраздновать. Тем более в Таиланде Новый год празднуется так же, как и по всему миру. Итак, следующий вопрос. Внимание. 13 апреля была закончена работа над сводом законов Российской империи. И скольки томов он состоял? 10, 45, 83. Так, ну давайте я. Теперь я считаю 45. Чем больше, тем лучше. Вы знаете, я тоже считаю, что 45. Все, мы сошлись. 45. И вы абсолютно правы. 1830 год. А счет становится 2-1 в вашу пользу. Мы продолжаем. Пятый вопрос. Внимание. День рождения этих людей. Шнурову 46 исполнилось сегодня. Навки 44. Хакамазе 64. Сколько им на троих лет нужно посчитать? На троих складываем. Так, на троих. Я посчитала уже. Договори. 154. 154. А у вас? Так, сейчас скажу. Так, 154. Ну ладно, здесь да. Верный ответ вот он на экране. Но ты была, Ксюха, быстрее. Я всегда считала. Два-два, возможно, финальный вопрос. Итак. Ой, что же это? Это ребус. Все картинки что-то объединяет. Нужно догадаться, что. Ксения, ну давайте вместе рассуждать. Давайте. Потому что сложно. Значит, что мы видим? Куча всего. Женщина в космосе. Гитара. Давайте, это финальный вопрос. Что объединяет? Что объединяет? Какая-то дорога. Посмотрите, желтая. Вот я пальцами сейчас вам покажу, помогу, как смогу. А, я поняла. Это песни. Какие? Какие песни? Вот желтая подводная лодка значит это Beatles. А как она правильно? Yellow Submarine. Все верно. Yellow Submarine. Мы вас поздравляем. Вы выиграли у Ксюхи. Ура. Ну и теперь мы стали вместе с вами. Две Ксении сегодня участвовали. Мы стали точно мудрее. Узнали, что 13-го произошло. Мы вас поздравляем. Можете передать привет и дать напутственные слова на рабочие для кого-то неделю. Я хочу передать привет своим членам семьи. Так получилось, что мы теперь все работаем дома. Значит, всем своим коллегам, которые работают дома и которые еще не смогли уйти на работу на дом. Вот. И надеюсь, что они уже в ближайшее время тоже смогут работать из дома. Всем еще большой привет всему городу Екатеринбургу. Передаю большой привет. Всем желаю хорошего дня. Желаю, чтобы у всех нашлось какое-то занятие дома. Чтобы не было желания выходить на улицу. Вот я всегда знала, что Ксении самые позитивные на свете. Не теряют настроя ни в каких обстоятельствах. Спасибо большое и вам, и вашей семье. Еще один человек, который из дома работает. Да. Тоже на удаленке теперь. Это Игорь Патрушев. Он на удаленке, а новости нам очень близки его. Да. Да.